Здравствуйте. Я Владимир Боченко. Космическая разведка. Сразу веду урод. Не мешаю вам? Нет? Здравствуйте. Я прошу вас всех представиться и рассказать, кто чем занимается. Фёдоров Иван Петрович. Отвечаю за своевременное получение данных от обсерватории и систематизацию. А вы? Новиков Дмитрий Александрович. Мы с коллегой занимаемся анализом аномальных космических явлений. Вы? Марк Зильберг, разработка компьютерного обеспечения для ваших космических программ. Кстати, по поводу объекта. В интернете уже паника. С этим мы разберемся. А вы? Я вас слушаю. Татьяна Владимировна Семенова. Я занимаюсь сбором и анализом данных по пронормальным явлениям. Наши спутники обнаружили неопознанный объект в опасной близости от Земли. И он приближается к нам с огромной скоростью. Пока мы все готовим, никакого неопознанного объекта в нашей Солнечной системе не появлялось. Этих объектов существует тысячи. Космический мусор, обломки, комет, полиды. Радиус объекта составляет порядка 200 километров. Среднюю плотность пока определить не удается. Этого не может быть. Такого размера объект мы бы заметили. Я попрошу вас всех сдать средства мобильной связи и из здания никуда не выходить. По всем вопросам обращаться ко мне лично. Через час в ту анализ сложившейся ситуации. Итак, за работу. А вас я попрошу задерживаться. Только что в нашем городе произошло трагическое событие. Покончил с собой, выбросившись из окна, ученый с мировым именем, лауреат Нобелевской премии, профессор Мухин. Яков Петрович успел оставить пресмертную записку. Однако содержание ее выяснить нам так бы не удалось. Этим пока занимается связь. Вопросы обращаются сами собой. Что может содержаться в этом предсмертном послании? А какой именно опасности он хотел нас предупредить? И, наконец, кто при гиблии всемирно-призванного ученого сможет предотвратить на обещанную человеческую опасность? По нашим свинениям, это как-то связано с медианитом, который в данную минуту приближается к планете. Ушлепок. Что? Журналист, говорю, ушлепок. Сеет паника. Хотя город и так уже в ушах. Может, отсмертные эти два события нам еще так бы предстоит выяснить? С вами был Иван Тихонов, корреспондент канала «Ваши гости». Мне кажется, что в первый раз за действием отработали могут пригодиться. Таню, брось. Твоя псевдонаука здесь не нужна. На, держи. Спасибо. Да ладно. Мы имеем дело с объектом, который взялся неоткуда. И движется, вопреки известным законам физики и динамики. И ты говоришь, что моя псевдонаука ни при чем? Да. Просто есть законы, о которых еще никто не знает. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дальше. 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 Всем назад, я сказал! Всем! В машину садись. Быстро! Давай! По шагу назад! Назад! Всем! Торец! Леонид Семенович! Ну как? Ну все, очень хорошо. Америка, Германия, Англия. У нас ракетный удар противник. А кто сказал, что объект можно уничтожить ракетой? А что, не стреляете? В любом случае. Через минуту, сами все выделяете. Траектория не изменилась. Скорость на прежнем уровне. Так, тихо. Да, товарищ генерал. Да, траектория не изменилась. Понял. Наши дали залп. Объект не отреагировал. Предполагаемое место падения объекта установили? Генерал. 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 Сейчас предполагаемое место падения в бурсовом полюсе. Дальше, Саня, у меня нет времени. Хорошо, давай. Спасибо. Держи. В следующий раз могу. Ну, вот что у тебя. В общем, так. Похоже, нашим метеоритом кто-то управляет. Что? Марк. Ну, что за сказки? Управляемый метеорит. Ну, это же бред. Да не бред, послушайте, я все рассчитал. Вы пойдете, Валов, пройдите в третий сектор. Валерий Иванович. Вызывали? Я не знаю, что я сейчас сделаю. Я нахожусь в драму моей и твердой памяти. Я виноват перед вами всеми. Не могу предотвратить то, что произойдет с планетой. Но я мог это предупредить. Я не знаю, почему те, кто ведут наблюдения за небесными и делами, и сделали это. Информация была досекречена. Но я чувствую свою вину, не снимая ее с себя. Я не могу ждать того, что случится. Мне страшно. Я имею это право. Поэтому я ухожу сам. Миша Шувалов, если ты успеешь это прочитать, ты меня поймешь. Потому что мы все виноваты. Мы должны были предупредить. Мы должны. Простите. Вы были друзьями? Да. С детства. А почему Мухин считал себя и вас виноватым? Не имею ни малейшего представления. Алло, да. Вынаружились? Очень хорошо. Сейчас будем. Пройдемте в ваш кабинет. Прошу. Бумаги. Судя по всему, это ваша переписка с ныне покойным Мухином. Речь в ней идет о приближении объекта Зеро. Расчеты, траектории. Как вы можете это объяснить? Я не понимаю. О каком объекте вы говорите? Следствие во всем разберется. Вам придется остаться здесь. Я что? Арестован? Ну вы сами-то как думаете? Позаботьтесь о господине Шувалове? Позвольте нам поговорить. Спасибо. Это было обнаружено в руке у Мухина, когда он покончил с собой. Вы видели что-нибудь подобное? Нет, никогда не встречал. А вы слышали про слезы Орфея? Универсальный аккумулятор энергии времен Александра Македонского? Это миф. Очень странное заявление специалиста по паранормальным явлениям. Вообще-то с их помощью он пересек 300 километров пустыни. Сегодня не всякий навигатор с этим справится. Обыкновенная стекляшка. Таких в магазине миллион. Вы же наверняка проверяли ее в своей лаборатории. И никаких волшебных свойств не обнаружили. Все верно. Ну я же говорю, обыкновенная стекляшка. Останавливает. Во всем мире это раста исполнение обновлено в съемках и дешевле. Если там не обыкновенного гостинческого дела. Умеченые пока не дают назначного ответа на вопрос, что уже это такое. В теории, парнинх, коррежа, или что на другой. Официант. Продолжение следует...